Добрый вечер! В эфире итоговая программа РТС 7 дней в студии Анна Ахпашева. Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о главных событиях уходящей недели. И сегодня вы увидите. Новые для всей России. Руководители Хакассии, Тувы и Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве и создании макрорегиона Енисейская, Сибирь. Контрафактные саженцы – беда многих садоводов. В считанные дни и откроются рынки по продаже посевного материала. Где и какой брать? Об этом в репортаже программы. Суд поставил точку в деле Буденновского стрелка. Убивший троих человек Валерий Петгурский приговорен к пожизненному заключению. Его бывшая жена вздохнула с облегчением. Хакассия всерьез намерена развивать гастрономический туризм. В нашу республику приехали итальянцы, которые будут делать сыр из местного козьего молока по особой рецептуре. Национальные традиции в конкурсе «Мисс Абахай. Первые красавицы республики» в рубрике «Достояние Хакассии». Хакассия, Тува и Красноярский край отныне в одной экономической зоне. В рамках проекта «Енисейская Сибирь» между регионами подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Это культура, медицина, образование, молодежная политика, но все-таки основным стал союз в области экономики. На КЭФ-2018 документы о партнерстве назвали историческим. 30 зарубежных стран из 60 регионов России. В Красноярском экономическом форуме приняли участие больше 5000 человек. В их числе политики федерального уровня, международные эксперты, крупные инвесторы. Это своеобразная площадка, на которой определяется дальнейшее развитие не только Сибири, но и всей страны. Мы вместе обязаны найти новые подходы, дополнительные решения, которые позволят двигаться дальше. Делать это, понимая все эти вызовы, которые ставит перед нами мир, глобальная экономика, глобальная политика. Главной темой форума стало создание макрорегиона «Енисейская Сибирь». Масштабный проект, поддержанный президентом России Владимиром Путиным. Хакасия, Тува и Красноярский край теперь в одной экономической зоне. В проект вошли 15 инвестиционных и инфраструктурных проектов. Это строительство железной дороги Козыл-Курагина, агропромышленный парк «Сибирь», технологическая долина, созданная на базе Красноярского и Саиногорского алюминиевых заводов и многое другое. Соглашение подписано. Руководители трех регионов скрепили слова на бумаге. На подписании соглашения присутствовал полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе. Сергей Миняйло назвал это событие требованием жизни. Экономика этих регионов между собой тесно взаимосвязана, люди между собой тесно взаимосвязаны. Вот условия уникальные. Если мы с вами не имеем права, точнее, с вами не использовать это. Поэтому еще раз хочу сказать спасибо трем главам субъектов, которые в один голос вместе поддержали этот проект. Трехстороннее соглашение предполагает сотрудничество не только в экономике. Регионы намерены создать рабочую группу, которая выработает единые предложения и механизмы реализации этого проекта, а также формы и меры господдержки. Мы живем не просто на одной реке, мы еще живем на одной инфраструктуре. Это один большой, мощный, родной трансиб. Надо его развивать. На энергетика, надо от нее иметь и приоритеты на этой территории. Мы же терпим экологическую нагрузку, вырабатывая практически чуть ли не половину всей гидроэнергетики. И мы по тепловой энергетике не последние, одни из первых в стране. К чему я так говорю? За этим же стоят люди. Это же не просто производство, которое так сами по себе существует. Люди, которые здесь проживают. Соглашение заключено сроком на пять лет. Общая стоимость проектов Енисейской Сибири больше 500 миллиардов рублей. Создание подобного макрорегиона – многообещающий прецедент для России. Технологические долины в Хакасии и Красноярском крае могут получить государственную поддержку. Этот вопрос сейчас прорабатывается в правительстве России. В основе промышленных центров – предприятия по переработке алюминия и других металлов. Создание долин послужит ощутимым толчком для экономики сибирских регионов. Появится свыше 70 тысяч новых рабочих мест. Увеличится как доля экспорта российской продукции, так и налоговые отчисления. Процесс положительно скажется и на импортозамещении товаров. Развивать сотрудничество в дальнейшем правительство нашего региона намерено и сибирской генерирующей компанией. Жителям Хакасии она знакома по Абаканской ТЭЦ. Для республики это возможность привлечь инвестиции, а также улучшить качество и надежность теплоснабжения в регионе. Речь идет о подключении к столичной теплоэлектроцентрали Черногорска и Усть-Абакана. Кроме того, в рамках соглашения компания СГК готова вложить еще 2 миллиарда рублей в инфраструктуру, которая поможет получить Черногорску качественное и бесперебойное тепло. Хочу сказать, что мы еще в начале пути, до конца даже не сформированного законодательства, по которому мы собираемся строить свои отношения. Но ждать мы не можем, потому что проект сложный. Самое главное, он важен людям. И идя навстречу просьбам власти, с которыми у нас связывают давние и очень конструктивные взаимоотношения, мы будем стремиться к тому, чтобы реализовать этот проект как можно быстрее. Город Черногорск обладает пока еще не совсем хорошей инфраструктурой, если честно, никакой, по теплоснабжению. Несколько грязных котельных, как бы это больно ни звучало, но это честная характеристика той составляющей, для того наследия, которое есть сегодня. То, что мы подписали соглашение, это путь к реализации, к быстрой реализации по устранению именно вот этой составляющей. Будет одна тепломагистраль, нагрузка ляжет дополнительно на Баканскую ТЭЦ. Президент России подписал закон, разрешающий свободно собирать валежник. Пустить мертвую древесину на дрова не позволял лесной кодекс. Более того, в случае ее использования сельчане рисковали получить уголовный срок до двух лет заключения, что с точки зрения здравого смысла явный абсурд. Поваленные деревья – источник возникновения пожаров и очагов насекомых-вредителей. Сегодня юридические припоны убраны, впрочем, сохраняется существенное «но». Закон вступает в силу с января 2019 года. До тех пор сбор и вывоз валежника считается хищением и грозит солидными штрафами до полумиллиона рублей в случае применения техники. Как не закопать деньги в землю? Вопрос о саженцах. Контрафактный материал – беда многих садоводов, а вскоре дачный сезон. Считанные дни и откроются рынки по продаже посевного материала. Где и какой брать – об этом в следующем репортаже. Бесплодное ожидание. Купить редкий сорт, ухаживать за саженцами несколько лет и не увидеть обещанного урожая. С такими случаями местные садоводы сталкиваются постоянно. Причина – контрафактный посадочный материал. На днях Россельхознадзор в Абакане проверил уличных торговцев по Пирятинской. Те уже выставили черенки плодовых и декоративных культур. Продавали жители города Иваново. Это не первый год. Саженцы – якобы чернавский питомник. Это тоже не первый год, второй год. Я сама лично делала запросы. Чернавский питомник. У них снег, у них холодно. Реализацию они не начали. За продукцию известных питомников выдаются саженцы из ближнего зарубежья – юга России. Садоводов предупреждают не брать сомнительный товар. Есть районированные морозостойкие сорта, которые выращивают местные станции. В Абакане торговля саженцами и рассадой разрешена лишь на Центральном рынке и Республиканском ипподроме. Естественно, у нас существует программа поддержки дачных обществ. И мы хотим обеспечить наше дачное общество посадочным материалом, черенками настоящего хорошего качества. Наши государственные службы, которые существуют в Республике Хакасия, должны осуществлять контроль с завозимыми товарами, с завозимыми саженцами, чтобы они могли купить достойного качества и именно для нашего региона. Решено проводить совместные рейды Россельхозцентра и Россельхознадзора. Реагировать на все сообщения о незаконной торговле. С этим нужно бороться, людям нужно помогать. Будут созданы рабочие группы оперативные, которые, по сути дела, еженедельно, ежедневно будут контролировать качество товара, который существует на этой ярмарке. Однозначно на ипподроме будут представители Россельхознадзора, специалисты, которые могут отследить качество. Договорились, что и общественники будут с этой точки зрения заниматься. Официальные продажи рассады, саженцев и семян на республиканском ипподроме стартуют 1 мая. Спасатели оценили состояние рек в горных районах Акассии. Облет показал, что в верховьях река Абакан и ее притоки начали освобождаться от льда. В отдельных местах, где наблюдаются ледовые поля, течение воды не затруднено. В настоящее время предпосылок к образованию заторов, способных резко осложнить гидрологическую обстановку, не выявлено. Впрочем, специалисты сходятся во мнении, многое будет зависеть от погоды во время активного ледохода. Ремонт поселковых дорог в Акассии не заканчивается. Об этом заявил глава региона во время рабочего визита в Устебаканский район. Виктор Зимин проинспектировал качество выполненных работ по отсыпке улиц, которые больше других пострадали от схода талых вод. Все подробности у моего коллеги Андрея Пахабова. Поселок Рассвет, село Зеленое, деревня Чапаева. Именно здесь в начале апреля сложилась острая дорожная обстановка. Глава Акассии поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства республики, совместно с главами поселений и администрацией Устебаканского района, привести наиболее проблемные участки в надлежащий вид. С тех пор прошло две недели. Экстренные работы практически завершены. Всего в селах Устебаканского района было отсыпано порядка 7 километров улиц. С настоящего момента на некоторых участках идут завершающие работы по уплотнению дорожного грунта. Чтобы проверить качество гравийного покрытия, Виктор Зимин побывал там, где люди каждую весну были вынуждены ходить по колено в грязи. Например, в Рассвете это улицы Юбилейная, 8 марта и Садовая. Существенная разница, потому что дети в школу даже не могли пройти с этих улиц в самую распутицу. Одевали сапоги резиновые и приходили со школ, у них на шапочках грязь была. А сейчас идут в туфельках, в блестящих ботиночках, красиво, как в городе, почти что по асфальту. В селе Зеленое отсыпаны дороги, которые постоянно заливало талами водами. В Чапаево завершены работы по улице Мира и Молодежной, а также в спортивном переулке. Пользуясь случаем, местные жители поблагодарили главу региона за личное участие в решении острой проблемы. В ответ Виктор Зимин подчеркнул, на этом дорожный ремонт в республике не заканчивается. Мы завершаем тот план, который намечали по району в целом. Планово проходим мероприятие, которое мы в Чесске отразили. И планово заходим на наши работы, которые мы планировали. В частности, в деревне Чапаево объявлен аукцион на реконструкцию улиц Новая, Кирова и Красноярская. Большие работы с выемкой грунта и послойной отсыпкой намечены на конец весны, начало лета. В Хакассии продолжаются выплаты пострадавшим от талых вод. По уточненным данным в списке 672 человека. Им полагается единовременная материальная помощь по 5000 рублей. Деньги уже поступают на счета. Также двум семьям из Шира выплачена компенсация 50 тысяч за частично утраченное имущество. Всего из резервного фонда правительства Хакассии на эти цели выделено почти 3,5 миллиона рублей. Стоимость продуктов – то, что заботит каждого. Как и прогнозировали аналитики, резкого роста цен в 2018-м не происходит. Это подтверждают Росстат и Красноярскстат, которые регулярно публикуют данные о средних потребительских ценах. Как выглядит Хакассия в сравнении с другими сибирскими регионами? Об этом в нашем экономическом обзоре. Эксперты Красноярскстата ежемесячно оценивают изменения в стоимости товаров и услуг. Хакассия остается в числе наиболее стабильных регионов. Рост цен на продовольственные товары первой необходимости удается сдерживать в минимальных пределах. А некоторые позиции и вовсе дешевеют. К примеру, по данным территориального органа Федеральной службы госстатистики по Хакассии, за минувшую неделю зарегистрировано снижение цен на свежие овощи, помидоры и огурцы, а также на репчатый лук. На несколько рублей за килограмм стали дешевле мука, макароны, мороженая неразделанная рыба, мясной фарш, сметана и творог. Что до показателей Хакассии на фоне всей Сибири, достаточно изучить данные Росстата. На официальном сайте более двухсот наименований. Мы рассмотрим те, которые входят в продуктовую корзину. Речь идет о средних ценах. Например, по сравнению с Хакассией, многие ее соседи ощутимо переплачивают за говядину, свинину и баранину. Особенно высокие цены на мясо в Алтайском крае, Иркутской, Томской и Новосибирской областях. Беречь кровный в кошельках жителям Хакассии помогает в том числе республиканский сельхозрынок. На его прилавках появляется свежая продукция напрямую от производителей. На сельхозрынок часто прихожу, покупаю сыр, молоко, валки, полезные продукты, колбаску. Продукция, потому что свежая, видимо, ассортимент обновляется, поэтому беру здесь. Прекрасная продукция, всего достаточно. Конечно, дешевле, я всегда здесь покупаю мясо. Меня устраивает тут и молоко, молочные продукты, и овощи. Цены мне здесь нравятся. Сберечь семейный бюджет жителям республики также позволяют регулярные сельхозярмарки. Республиканские власти заняли твердую позицию. Продовольственная безопасность региона – это в том числе право каждого жителя покупать экологически чистые продукты по доступным ценам. Не только в городах и райцентрах, но и в отдаленных селах. Неутешительная новость для автолюбителей. Цены к кинозаправках Хакассии вновь меняются. Данные приводит Красноярск-Стат. Больше всего автозаправщики накинули цену на 95-й бензин. Он подорожал на 19 копеек. Не избежал повышения и 92-й. Теперь литр этой марки стоит 37 рублей 37 копеек. Цена дизельного топлива тоже пошла в рост на 11 копеек. Антимонопольщики заявили, что происходящее – дело рук производителей топлива, которые сократили поставки горючего на отечественный рынок. Суд вынес вердикт в отношении Буденновского стрелка. Убивший троих человек Валерий Петгурский приговорен к пожизненному заключению. Последнее слово обвиняемого и окончательный приговор услышала моя коллега Ольга Комзолакова. В деле Буденновского стрелка спустя два года наконец-то поставлена точка. Прежде чем суд огласил приговор, Валерию Петгурскому дали возможность выступить с последним словом. Он отказался, чтобы при этом в зале суда находились журналисты и видеокамеры, но чуть позже потерпевшая сторона нам рассказала, что в своем заключительном слове Валерий Петгурский извинился, сказал, что раскаивается и просил суд о снисхождении. Юлия Петгурская говорит, что не верит в раскаяние бывшего мужа. В декабре 16-го года в деревне Буденнов Кобейского района он в упор расстрелял ее отчима и мать. Карабин Валерий Петгурский отнял у родного дяди, избив до смерти. При этом действовал буденновский стрелок не один, а со своим поддельником Василием Васильевым. Этот, наверное, скорее всего его заставил, потому что он с 2010 года вдвоем его лупили. Приговор зачитывали больше часа. Главный обвиняемый Валерий Петгурский невозмутим. А вот его бывшая жена еле сдерживает слезы, когда судья озвучивает шокирующие подробности того убийства. Валерий Петгурский, вооружившись заряженным карабином, встал около входа в вышеуказанную квартиру и, дождавшись, когда Злобина открыла дверь и с неприязнью для лишения Злобина и Каузаева жизни, произвел в Злобину из вышеуказанного карабина не менее двух прицельных выстрелов. Валерий Петгурский прекрасно понимал, за тройное убийство, хищение огнестрельного оружия и угон автомобиля ему грозит пожизненный срок. Поэтому в начале этого года он запросил суд присяжных. В итоге единогласное решение виновен. А вот конкретное наказание буденовскому стрелку озвучил судья. Окончательно назначили Петгурскому Валерию Петровичу наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием исправления колонии особого режима. А вот Васильев отделался 12 годами колонии общего режима. При этом оба будут обязаны выплатить моральную компенсацию пострадавшим. Общая сумма – 3 миллиона рублей. Юлия Петгурская признается, деньги уже не вернут ее близких. Главное, что убийца теперь за решеткой. Я наказала убийцу своих родителей. Я прошла через все. Теперь справедливость восторжествовала. Он никогда оттуда не выйдет. Это особо опасный человек, которого нельзя подпускать к людям. Кстати, Верховный суд обвинил следователей в затягивании уголовного дела. Цитата «Расследование» было необоснованно длительным. Еще один камень упал в огород Саиногорских полицейских. Оказывается, что погибшая Татьяна Злобина неоднократно жаловалась силовикам, что зять ей угрожает. Но вызов на допрос пришел в тот день, когда женщина была уже мертва. Верховный суд Хакаси призывает руководителей силовых органов разобраться в действиях своих подчиненных. Судебное заседание в этом закрыто. В Хакасию приехали итальянские специалисты, решившие делать сыр из местного козьего молока. Гости из Европы намерены производить деликатес по особой рецептуре. Привлечение в наш регион мастеров станет эффективным шагом в развитии гастрономического туризма. Александра и Джон Лука демонстрируют сыр, сваренный по их личному рецепту. Два варианта. У одного выдержка всего пару дней. А тот продукт, что уже приобрел форму, настоялся неделю. На полтора килограмма готового сыра уходит до 10 литров молока. В качестве сырья выступает именно козья из районов Хакасии. Оказывается, на вкусовые качества белых ломтиков влияет все. В территориях, где пасутся козы, трава, которую щиплют рогатые, количество солнца. Итальянцы отметили, качество молока в нашем регионе отменное. Александра и Джон Лука из Тардинии у них собственная сыроварня. Помимо козьего молока они используют еще и овечье. А вкусовые качества продукта меняют с помощью приправ и соусов. Не исключено, что итальянцы откроют свое предприятие на территории Хакасии. Заполучить мастеров такого уровня удалось благодаря договоренности правительства республики с директором международного энногострономического центра Леонидом Гиттерманом на культурно-историческом форуме в прошлом году. Таким образом, Минкультура намерена широко развивать гастрономический туризм. Мы даже не думали, что будет такой большой интерес со стороны местных производителей местных продуктов, в том числе и сыров. И вот сейчас очень интересно наблюдать, как дальше развивается это все. И очень радостно, что нашу республику выбирают такие сыроделы, как итальянские. Отельеры отмечают, туристы охотливы на гастрономические изыски. К примеру, в линейке шведского стола обязательно найдется несколько видов сыра. Исключительно местного производства. И уверены, новый сорт по особому итальянскому рецепту будет на расхват. Национальные традиции и красота. В Абакане подвели итоги республиканского конкурса «Мисс Абахай». В этом году организаторы сделали особый упор на сохранение хакасской культуры. И тут просто владеть родным языком было уже недостаточно. Первые красавицы республики в рубрике «Достояние Хакасии». Национальная литература, история рода, традиции, а также дефиле и творческий конкурс. Это далеко не полный список того, что должна знать и уметь настоящая Абахай. Организаторы признают, в этом году пройти все отборочные испытания было гораздо сложнее. Мы полностью поменяли формат конкурса, отошли от европейского проведения, переходим на национальный колорит, где девушки будут обязаны. Любое слово, которое будет звучать со сцены, оно должно быть на хакасском языке. Плюс к этому у нас девушки читали стихи, хакасские стихи наших поэтов. Ну и вообще все остальные выходы, которые у них будут в этом году, они будут полностью национализированы. Среди участниц – школьницы, студентки, актрисы и будущие учителя, как раз хакасского языка и литературы. Для Кристины испытания на родной речи как раз были самыми легкими. У меня бабушка, дедушка, мама, папа, все на хакасском. До сих пор требуют, чтобы я всегда дома разговаривала на хакасском языке. Получается, я до двух лет не ходила в садик. В садик пошла и начала и на русском, и на хакасском разговаривать. Впрочем, каждый сам выбирает, для чего он приходит на конкурс. Новые знакомые, впечатления и неожиданный опыт. Научиться чему-то, потому что, допустим, здесь очень много хорошего я беру для себя. Ну, походка. То есть мы учимся дефиле. Я даже никогда не танцевала, а в этом году затанцевала. Каждая из этих девушек, конечно, мечтает о короне-победительнице. А в этом году участницам может выпасть уникальный шанс представлять нашу республику на межрегиональном национальном конкурсе красоты «Низ Абахай. Россия». Уже в ноябре в Хакасию съедутся красавицы из 15 регионов, чтобы представить не только себя, но и традиции, и культуру родного края. Этим мы завершаем обзор событий уходящей недели. С вами была программа «Семь дней» и я, ее ведущая, Анна Ахпашева. Увидимся в следующие выходные. Всего вам самого доброго.